Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видео серия для начинающих садоводов и огородников. Именно начинающим садоводам и огородникам я сняла вот этот видеоролик, чтобы показать разницу между детерминатными и индетерминатными сортами в рассаде. Вот у меня два лотка. Справа от нас детерминатный сорт, который не вытягивается, а слева индетерминатный. Это обыкновенные, как вот бы, розовый гигант, король гигантов, любые сорта, которые высокие. И когда я выкладываю фото вот этих детерминатных сортов сибирских, вот последняя была метелица, меня заваливают вопросами, почему они у вас такие толстенькие, чем вы их подкармливаете. И сотый, сотый раз я говорю, то, что такая ровная, как солдатики, рассада, это не моя заслуга. Это свойство вот этих сибирских детерминатных сортов. У меня тоже есть рассада, которая и вытягивается, и падает. Не вся рассада у меня вот такая идеальная. Вот, пожалуйста, инденты знаменитые, которые мы так любим, крупные. Смотрите, они какого размера. И они почему-то, даже с моим опытом, хотя я давно-давно все высаживаю, я не могу сделать идеальной рассадой. Видите, что она неравномерная. Один вот среди них толстый, другой тут тоненький. Видите, она заваливается. Хотя я ее уже распикировала, я думала, что она простоит в ящике. Нет, ей опять мало места. Она начала видеть, и до каких пор... Она еще не цветет, но она огромная. Она падает. Вот здесь на коленке легла уже. Сейчас я ее вынесу. Вынесла я ее буду раскладывать по большим стаканам. Так что вот такая рассада у меня не вся. И это не моя заслуга. Это именно вот те сорта, о которых я вам рассказывала. Которые очень удобны в рассаде и очень удобны в выращивании. И вот для тех, кто только начинает, я и хочу сказать, что идеальная рассада не из-за того, что я такой идеальный садовод, огородник, а просто вот этот очень удобный сорт для новичков, для начинающих. Как солдатики. Стоячая, не вырастает, не падает, не пасынковать. Некоторые можно даже не подвязывать. Если вы хотите начать с позитивной ноты, вам можно начать вот с таких сортов. Я называла уже Демидов, Настенька, Алтайский сюрприз. Это наши сибирские. Потом всякие и Метелица, и Роза Ветров. Очень много. Все подробности у меня на странице. В Одноклассниках. Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Найдете там все эти сорта описаны. Скоро выставлю каталог. Конечно, многие говорят, что это зависит от почвы и от семян. Естественно, я собираю свои семена, выбираю идеальные, только с крупных, спелых. Поэтому качество рассады еще и зависит от семян и от почвы. Добавляю много перегноя, чернозем. Каждый год почву в лотках меняю. Лотки все промываю. Ничего не оставляю с прошлого года. Но все-таки 50% успеха это удачный выбор сорта. Если вы только начинаете. Ну а может быть и не только начинаете. Просто не пробовали еще выращивать эти сорта. Они очень упрощают уход. Тот, кто работает, тот, кто занят. Это идеальный вариант. Конечно, нужно и вот этих капризулек немного. Но я таких сортов сажу меньше. Потому что вот эти сорта, как Настя, Демидов, Алтайский сюрприз, у них такой же крупный плод. Розовый есть крупный, круглый, есть сердцевидный. Ничем не хуже бычьего сердца или короля гигантов. Можно вообще полностью перейти на такое, если вы пока заняты на работе, приезжаете на дачу как урывками. Ну вот, видите, у меня рассада тоже израстает, перерастает. Вот такая рассада у меня. Что тут у меня, по-моему, розовое сердце или король гигант. Ну, неважно, у меня много таких лотков. Я спасаю ее, борюсь, пересаживаю несколько раз за сезон. И к концу сезона она у меня по метру уже, когда высаживать, иногда вырастает. Поэтому я все более и более склоняюсь вот к таким детерминатным, крупноплодным, современным сортам. Слава Богу, что сибирские селекционеры вывели очень много сортов таких. Вот сейчас сибирский тяжеловес, последняя новинка, крупный, сердцевидный, низкорослый, хороший такой томат. Летом, увидите, я вам покажу и плоды, и кусты. Все, до свидания. Вот это маленький экскурс по детерминатным и индетерминатным сортам рассады. О, деревья-то колышутся, инденты. А этих даже ветер не берет. Они стоят как солдаты, правда. До свидания. Всего вам хорошего. Богатых урожаев.